Что такое любовь в семейных отношениях? Как выбрать себе вторую половинку? Мы притягиваемся друг к другу на уровне тела, психики и ума. Есть три резонанса. Резонанс по уровню тела – это страсть. Резонанс по уровню души – это любовь, магнетизм, тяга друг к другу. Мы близко, да мы можем и молчать, а нам приятно. Мы далеко, мы начинаем скучать. Это второй резонанс. И третий резонанс – резонанс по духу. Это общие ценности, общее мировосприятие. И вот истинная целостная любовь – это когда у нас происходят три резонанса сразу. Резонанс по уровню тела, резонанс по уровню души и резонанс по уровню сознания, духа. Если у нас где-то нет резонанса, то на этих уровнях нам будет скучно с человеком. И если мы не можем работать с этим, общаться со своей второй половинкой, находить общие ценности, то мы будем не наполнять в этих местах друг друга. Тогда будут копиться напряжения, а это ругань, это ссоры и, возможно, накапливая большие напряжения, вплоть до разводов. И искусство любви – это уметь зажечь пламя, то есть сразу три резонанса. Но не просто разжечь, а уметь это пламя поддерживать, работая над собой, принимая не только красивые стороны друг друга, это первый шлейф отношений, а принимать еще и потаенные темные стороны друг друга, полюбить их. Вот это самая главная внутренняя духовная работа. Это и есть умение поддерживать огня и увеличение его на протяжении года, дня. Вот в этом заключается искусство любви. Первое – разжечь пламя. Второе – удержать и приумножать. Разжигать – это искусство. Сделать три резонанса по уровню тела, страсти, душе, магнетизм и духа общей ценности. И поддерживать пламя – это умение в полноте всей принять и полюбить свою вторую половинку. Его и черное, и белое. И приняв, это будет радужное, усиливающее нас. Вдохновляйте друг друга, питайте друг друга энергетикой и любованием, и будете счастливы. Очень часто люди начинают отношения по одному резонансу, по уровню страсти, не определив, а какие чувства, либо какие ценности у нас присутствуют. Если такие отношения входят в контакт, мы очень быстро насыщаемся этими поверхностными ощущениями удовольствия. Но душа и наша ментальность не будут насыщаться. И нам станет через месяц, через два уже скучно. И в неумении работать над собой, такие отношения приводят к страданию и к разводу. Изначально умейте сначала полагаться на сердце, на ощущения. Представьте свою вторую половинку, что вы уже вместе, и что вы испытываете. Какие приятные ощущения, тянет, не тянет, если магнит нету или магнита. А в жизни наши пять органов чувств должны среагировать на второго партнера. Как вам вкус при поцелуях вашей второй половинки? Как запах? Это очень важно, эти эфиры влияют на наше подсознание и нервную систему. На прикосновение, на тактильность. Как голос, речь вашего избранника, приятно ли вам, неприятно ли вам. И визуально на глаз. Пять органов чувств должны познать красоту. Красота спасет мир. Пять органов чувств – это вывернутая душа наизнанку. И сравните пять органов чувств с магнетизмом. И если все совпало, это ваша вторая половинка. Уметь наблюдать три резонанса – тело, души и сознание – это внутренняя медитация по созерцанию своей внутренней правды. Только если мы правдивы с собой, мы можем полноценно принимать правдой вторую половинку. Если мы не способны разглядеть себя, что мы желаем и что тянет нас заводить отношения, то не удивляйтесь, что ваша кривда начала этот круг отношений. Итак, друзья, сначала созерцайте себя, свою внутреннюю правду, распознайте, что тянет душа плюс пять органов чувств, после чего ваши три резонанса будут естественными. А пять органов чувств вам помогут в этом убедиться, если ваш ум еще сомневается. Будьте счастливы, друзья, любите друг друга. Семья – это самый короткий и прямой путь в духовном самосовершенствовании.